Когда мы говорим о дивидендном портфеле, есть компании, которые выплачивают дивиденды раз в год, есть компании, которые выплачивают раз в полгода. У нас нет большого количества так называемых миноритарных функционеров. Люди часто задают вопрос, сколько денег можно иметь для того, чтобы получать определенный денежный поток. Сегодня поговорим о том, как сформировать дивидендный портфель, чтобы получать только с дивидендов 100 тысяч рублей. Итак, друзья, это один из многих вопросов, которые задают люди. То есть, какой капитал необходимый иметь для того, чтобы получать какую-то определенную сумму дохода в месяц. Что важно понимать, если мы говорим про инвестиции? То, что денежный поток... То есть, первое, мы не говорим инструментом с фиксированным доходом, в котором определяется срок для погашения облигации, в котором определяется срок выплаты купонов. Мы говорим про акции, мы говорим про дивидендный портфель. И в данном случае нужно понимать, что есть различные стили делового управления, делового оборота, как это принято. И когда мы говорим о дивидендном портфеле, получение дивидендной доходности, есть компании, которые выплачивают дивиденды раз в год, есть компании, которые выплачивают раз в полгода, есть компании, которые платят дивиденды ежеквартально. И в этом случае нужно понимать, что если мы ориентируемся на американский фондовый рынок, то обычно в Америке выплата дивидендов происходит ежеквартально. Тем более, если мы говорим о каких-то дивидендных аристократах или дивидендных королях, стабильность дивидендных выплат, рост размера дивидендных выплат и регулярность дивидендных выплат. В России немножко другая история. В России российские компании выплачивают дивиденды, как правило, раз в год. За редким исключением происходят какие-то полугодовые дивиденды или промежуточные дивиденды. Уж совсем малое количество компаний, которые ежеквартально платят дивиденды. Опять-таки, это, во-первых, сложилось исторически, во-вторых, у нас нет большого количества так называемых миноритарных акционеров, потому что в Америке очень сильно развит фондовый рынок. Как правило, нет одного контролирующего акционера в компании, это большое число розничных инвесторов или фондов коллективных инвестиций. И здесь, соответственно, очень важно получать регулярные кошелки, денежный поток. Почему мы про это говорим? Потому что, когда стоит речь о том, чтобы получать дивиденды каждый месяц, мы должны понимать, что вероятность достижения этого страны в Америке более высока, нежели чем получить этот сценарий в России. Почему? Я объясню. Потому что американские компании в большинстве своем выплачивают дивиденды, лишь аквартально, в России раз в год. Но за редким исключением. Это первое. Второй момент, который нужно учитывать, и почему возникло данное видео, люди часто задают вопрос, сколько денег нужно иметь для того, чтобы получать определенный денежный поток. Почему мы сказали, и в данном видео говорим о денежном потоке в 100 тысяч рублей? Ну, потому что он легко масштабируется, легко считается. То есть, если вы хотите получать 10 тысяч, у вас просто будет в 10 раз меньше. Если вы хотите миллион получать, то у вас будет в 10 раз больше количества акций. Именно поэтому в видео названа цифра 100 тысяч рублей в месяц дивидендной зарплаты. Третьим важным фактором в формировании дивидендного дохода, дивидендного портфеля является размер дивидендной доходности, который мы получаем на рынке ценных бумаг. И здесь это тоже к вопросу цены и ценности компании. То есть, какой средний размер дивидендных выплат. И в этом случае мы должны понимать, что в Америке средняя дивидендная доходность в настоящий момент составляет менее 1,5%. Что значит средняя дивидендная доходность? Это значит, что размер дивидендов, которые выплачивают компании, входящие в индекс S&P 500, по сравнению с той ценой, сколько они вместе совокупно стоят, это составляет 1,5%. Это значит, что на вложенные 100 долларов в индексы фонда S&P 500 вы будете получать дивидендов 1,5 доллара. В России тогда дивидендная доходность составляет в среднем 7-8%. Сейчас, опять-таки, российский рынок подрос, и эта доходность составляет порядка 6%. Досмотрите это видео до конца, потому что у нас будет даблица из российских компаний, где можно получить рублевую доходность порядка 8% в год. Мы опираемся на российские компании по нескольким причинам. Первое. В российских компаниях более высокая дивидендная доходность. Просто привести вам в качестве примера для того, чтобы получать. Мы сейчас убираем валютную переоценку, мы сейчас убираем валютные риски и понимаем, что для того, чтобы нам получить 100 тысяч рублей в месяц денежного дохода при дивидендной доходности американского рынка 1,5%, мы должны в американский рынок вложить в сумму чуть менее 100 миллионов рублей, потому что, что такое 100 тысяч рублей в месяц, это 1,2 миллиона. Соответственно, если у нас дивидендная доходность ниже 1,5%, мы должны 100 миллионов вложить в акции американских компаний. Получается это в дивиденд порядка 1,5%. Помимо всего прочего, очень высокой дивидендной доходностью обладают фонды рейды, то есть фонды коммерческой недвижимости, которые, как правило, еще и попадают под высокую норму вложения. Порядка 30% дохода от рейдов может уходить в форму затрат, и поэтому номинальная доходность в 1,5% по факту будет даже ниже 1,5%, в районе 1-2%. Поэтому мы понимаем, что вкладывая сейчас по текущим ценам в американский широкий индекс с целью получения дивидендной доходности, в лучшем случае мы будем получать 1,2-1,3% чистой доходности. Инфляционные риски тоже в этом случае уходят, то есть мы берем чистую норму доходности. И тогда мы понимаем, что для того, чтобы получить 100 тысяч рублей в месяц, мы должны вложить в американский рынок 100 миллионов рублей. Если мы говорим о том, что на российском рынке можно получить доходность порядка 8% дивидендной, то в этом случае, чтобы нам получать 100 тысяч рублей в месяц, нам нужно вложить 16 миллионов рублей. Еще раз, смотрите, мы капиталисты, мы можем инвестировать в любую точку планеты и просто в данное видео, чтобы это было более или менее понятно. В первом случае, чтобы получить 100 тысяч рублей, в обоих случаях 100 тысяч рублей это 1,2 миллиона дохода в год, доходы нужно получить. Чтобы получить 1,2 миллиона дохода в Америке, нужно вложить порядка 100 миллионов рублей под 1,2%. Для того, чтобы такую же сопоставимую доходность 1,2 миллиона получать на российском рынке ценных бумаг, на акциях, российских компаниях, дивидендных, нужно вложить сумму 16 миллионов. То есть, почувствуй разницу, 100 миллионов и 16 миллионов. На самом деле, 16 миллионов рублей это стоимость однопомнатной квартиры даже не центра Москвы. Это стоимость хорошей трехкомнатной квартиры в регионе. И поэтому получается, что такая некая подъемная сумма. Поэтому здесь в данном видео, друзья, очень много допущений. Это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Это просто, если задаваться вопросом, чтобы сформировать дивидендный портфель и получать 100 тысяч. Что бы лично я сделал? Я бы лично сделал то, что вы сейчас увидите у себя на экране, если бы стояла такая задача. Если бы, не знаю, моя мама пришла ко мне и сказала, сын, я продаю квартиру, вот у меня на руках находится 10 миллионов рублей, скажи, что мне стоило бы в этом случае купить. И не углубляясь широко, не говоря, мама, слушай, давай деньги, я сам им буду управлять. Я бы сделал вот такого рода дивидендный портфель с очень большим количеством ограничений. Поэтому я не хочу, чтобы вы расценивали данное видео как индивидуальную инвестиционную рекомендацию. Я просто показываю то, что можно непосредственно получить и как это можно сделать российскому инвестору. Не являясь квалифицированным инвестором, не инвестируя в американские акции, инвестируя в акции российских компаний. И с неким таким обоснованием, почему именно эта компания и почему такая доля этой компании непосредственно включается в инвестиционный портфель. Так, давайте перейдем тогда на экран с презентацией. То есть здесь нет какого-то чрезмерно большого количества дивидендных компаний. Как я уже сказал, мы смотрим на российские компании. Первая история, которая была включена в инвестиционный портфель, это акции Сбербанка, привилегированные акции. То есть годовая дивидендная доходность составляет в районе 6,6%, сумма на инвестиции 3 миллиона рублей, налог с дивидендов и купонов по облигациям 13%, соответственно чистые годовые выплаты бы составили 172 тысячи рублей по акциям Сбербанк привилегированным. Дополнительным преимуществом является, почему, то есть можно видеть, что в отдельных акциях 3 миллиона, каких-то меньше, размер портфеля зависит от ликвидности и надежности компаний. Поэтому, когда мы говорим о Сбербанке, это один из лидеров. Второй момент, председатель правления Сбербанка России Герман Оскарович Греф имеет очень важную лично для меня, как и для акционеров принципиальную позицию, связанную с тем, что последнее, что сделает Сбербанк для того, чтобы привлечь к фондированию, это прийти к акционерам и попросить, то есть провести допомиссию. То есть последнее, что мы сделаем, это размываем долю акционеров. Наоборот, в Сбербанк ходят, что называется, слухи неподтвержденные, что он может, наоборот, сокращать объем акции в обращении с тем, чтобы увеличить акционерный капитал. Привлекательная дивидендная доходность, которая, как минимум, в два раза выше самой доходности с акцией Сбербанка по банковским депозитам в настоящий момент. В компании активно растет чистая прибыль, развивается экосистема. Здесь есть потенциал роста как самой акции, так и дивидендов, которые, опять-таки, по сравнению с депозитами и текущей ставке Центрального банка России являются интересными приемами. Сумма в размере 3 миллионов рублей из 16, потому что бумага относится к обе фишки. Очень она нравится иностранным инвесторам по той причине, что как раз-таки в случае возникновения проблем не происходит размывание долей акционеров, в отличие от других компаний, которые порой этим слух отрегают, когда у них начинают возникать проблемы, не будем указывать пальцы. Следующая компания, которую можно включить в инвестиционные портфели, это акции Магнита. Самая широкая сеть заявили, подписали договоры намеренности, что они покупают группу Dixie. И практически все магазины группы Dixie в текущий момент обладают дивидендной годовой доходностью в районе 7-7%, что выше Сбербанка. Это реальный претендент на то, чтобы занять значительную долю потребительского варианта потребительских товаров в России как ритейлер и стать абсолютным чемпионом, превзойдя X5 в ритейл-группе, которая тоже, кстати, есть в инвестиционном портфеле. Поэтому здесь получается, что наряду с привлекательными дивидендами выше банковских депозитов, как минимум в полтора-два раза, достаточно обладает ликвидностью компания на рынке и ожидаемый размер дивидендов может составить порядка 200 тысяч рублей числе доходности по итогам года. Следующая компания, которая включается в инвестиционный портфель, это компания Юнипро в секторе электроэнергетика. Это очень привлекательная норма дивидендной доходности. Компания одна из немногих в секторе электрогенерации России, которая закончит инвестиционная стадия. Значительная доля прибыли направляется на выгоду дивидендов. Дивидендная доходность, друзья, выше 11%. И здесь получается, что нельзя сказать о Юнипро, что он обладает сопоставимой с Сбербанком и Магиттом ликвидностью, но просто привлекательность дивидендной доходности позволяет делать ставку в размере 3 миллионов рублей именно на эту историю с целью получения порядка 300 тысяч рублей чистой доходности по дивидендам в год. Следующая история, которую можно назвать для включения в дивидендный портфель, это X5, это ее группа, магазин Пятерочка, Перекресток. Здесь дивидендная доходность в районе 8,2% чуть повыше, чем у Магнита и, соответственно, чуть поменьше доли. Потому что, что называется, если говорить на перспективу следующих 3-5 лет, то перспектива Магнита, на мой взгляд, более интересна, чем X5. И поэтому мы чуть-чуть меньше покупаем инвестиционный портфель. Следующая дивидендная история, вообще мне такие истории нравятся, для публичного доступа представленных компаний МТС. В рамках закрытого клуба инвесторов мы рассматриваем другие дивидендные истории. Что здесь нужно сказать? Это компании, которые относятся к так называемым дойным коровам. Что значит дойные коровы? Бывают крупные хладберги, крупные компании, которые обладают определенным активом. И вот эта вот компания, которая для головной структуры является так называемой дойной коровой. МТС для АПК-системы является такой дойной коровной. Высокая маржинальность, высокий темп роста выручки. Это относительно низкая на кусту долговая по сравнению с EON. Это Wimpel.com. Бывший бренд Beeline занимает на рынке позицию. Очень привлекательная дивидендная доходность, в отличие от Beeline, того же самого, который практически не выплачивает дивиденды. Здесь же мы видим дивидендную доходность в районе 10-5%. Помимо всего прочего, головной кодинге ФК-системы в связи с ситуацией с Роснефтью, продажей и возвратом акций компании Башнефть, государственной собственности, дальнейшую передачу это в Роснефть. Компания в достаточно большой уровень долга, который нужно вернуть как раз-таки за акции Башнефть. Здесь получается, что практически чистый денежный поток, который есть от МТС, он выплачивается в управлении компанией ФК-система. Вы же, купив акцию компании МТС в свой дивидендный портфель, фактически появляетесь точно таким же педефициаром, выгодоприобретателем, как вот так. Ну, то есть, по сути, вы покупаете дойную корону от ФК-системы. Последняя компания, которую можно включать в инвестиционные портфели, которые, как минимум, в следующие полтора-два года могут быть очень неплохие финансовые показатели с определенным ограничением, связанным с тем, что это менее ликвидная компания, поэтому всего лишь на 2 миллиона рублей включается в инвестиционный портфель. Привлекательные дивиденды и возможен рост компании Талон, строительная компания, которая очень много строит, компания вертикально интегрированная, строительная, что большая редкость для входа в России. И здесь то безумие, которое творится сейчас на рынках недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга, этого активно присутствует непосредственно в данных городах. Застройщики очень много зарабатывают на ажиотаже, на том, что люди активно покупают, берут в ипотеку и, скажем так, этих рисков не несут. Больше риск несут банки в текущей финансовой ситуации. Застройщики просто продают свою недвижимость. Здесь можно говорить о том, что часть эффекта 2000 года отразится на дивиденды, которые будут выплачены акционерам в 2021 году. До лета 2021 года мы видим, что ажиотаж по покупке недвижимости продолжается. Если бы у меня стоял вопрос, покупать цену на недвижимость, которая выросла на 20-30%, или купить компанию, которая как раз-таки уже получила эту доходность, я бы, наверное, выбрал второй вариант. И здесь поэтому ставку на этого. Как в конце 2020 года тоже стоял вопрос. Были куплены доллары, а 75 выросли в район 78-79 рублей. И стоял вопрос, держать дальше, потому что доллар будет стоить выше. Или есть какой-то бенефициар, который уже факт того, что курс доллара достаточно сильно вырос в 2020 году, от этого выйдет. Таким бенефициаром был сургут нефтегаз, а половины прибыли, которые были на долларе заработаны, как раз-таки мы и переложились. Продав доллары, зафиксировав прибыль на эту сумму, мы просто купили сургут нефтегаза, потому что понимали, что по итогам 2020 года переоценка валютной подружки у компании будет достаточно высокой. Можно ожидать щедрые дивиденды и, в принципе, с эталомом точно такая же ситуация. Можно ли заработать еще на росте недвижимости? Ну, скорее, да, чем нет. Вопрос в том, что все больше и больше риск, потому что недвижимость сама по себе слина и в короткий промежуток времени, ставь, как на вакцине. Кто-то на этом уже заработал, но еще прибыль не выплатил. И вот как раз-таки история с эталомом – это одна из таких интересных историй, которая может быть включена в инвестиционных акций. Это то, что мы рассмотрели, то, что включили в дивидендный портфель. Кстати говоря, друзья, если вам понравились мои рассуждения и разборы отдельно взятых компаний, которые включаются в дивидендный инвестиционный портфель, пожалуйста, поставьте плюсик под данное видео или оставьте свой комментарий, что вам это действительно нужно, чтобы мы выпустили видео на тему 5 лучших акций, по мнению Максима Петрова, которые имеет смысл покупать прямо сейчас. Если понравилось видео, то подписывайтесь на канал, щелкайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Делитесь данным видео, обязательно оставляйте комментарии. Я думаю, что здесь много вещей, которые стоит обсудить. Возможно, вы считаете, что какие-то компании, которые не включены в данный дивидендный портфель, можно было бы вполне включить в дивидендный портфель. Возможно, вы считаете, что российские компании в этом случае неинтересны. И, по вашему мнению, можно рассматривать какие-то иностранные акции дивидендных, истории в Америке или в Европе. Обязательно оставляйте комментарии. И в этом случае будет повод, чтобы сформировать подобные инвестиционные портфели на американском рынке ценных бумаг. На связи был Максим Петров, проект MaxCapital. До свидания и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok